Добро пожаловать в город Технологии! Смотрите сегодня! Техника находится в тяжелых условиях Арктического Заполярья. По проведению капитальных ремонтов в условиях специализированного сервисного центра на нашем предприятии продлит срок службы эффективной эксплуатации транспортных средств и дорожно-строительной техники. Автостапель фирмы Джоссен. Его достоинство в том, что он является самым длинным в Тюмени. Его длина составляет 18 метров. Если бы не было такого оборудования, изготовление вот этой кабины в других условиях занимало бы месяца-полтора. Если приобретать сразу же новую кабину, допустим, не рассматривать восстановление, то это будет в десятки раз дороже, чем восстановить эту кабину. Нам нужно было показать прежде всего самим себе свое лицо, что мы можем, как мы можем и как мы дальше будем работать. В чем же секрет успеха? В первую очередь секрет успеха – это люди. Компания «Реском Тюмень» занимается обустройством нефтегазовых месторождений, строительством и капитальным ремонтом дорог с 2003 года. Более 780 единиц автомобильной и дорожно-строительной техники обеспечивают бесперебойный процесс освоения Крайнего Севера. Компания принимала участие в реализации проектов «Ямал-СПГ», «Арктик-СПГ-2», «Обский-СПГ», а сейчас и в «Арктик-СПГ-1». В ноябре 2020 года началась реконструкция будущего сервисного центра в Тюмени, закупка необходимого оборудования и обучение сотрудников. Летом 2021-го сервисный центр «Реском Тюмень» начал свою работу. Решение о создании сервисного центра, оно было продиктовано, ну скажем так, жизненной необходимостью, производственной необходимостью. Парк, собственный парк компании «Реском Тюмень» растет с каждым годом. Техника находится в тяжелых условиях Арктического Заполярья. Соответственно, текущие ремонты, мелкие ремонты, техническое обслуживание мы проводим на собственных базах на объектах. Проведя аналитику, мы пришли к выводу, что проведение капитальных ремонтов в условиях специализированного сервисного центра на нашем предприятии продлит срок службы эффективной эксплуатации транспортных средств и дорожно-строительной техники. Мы проводим полный капитальный ремонт, весь цикл капитального ремонта, что предусматривает дефектовку основных узлов агрегатов, несущих конструкций, проверка сварных швов, проверка целостности и износа стойкости металла, металлических конструкций. Мы начинаем с этого и, соответственно, после этого по выходу с капитального ремонта машина имеет такой заложенный ресурс работопригодности. Как правило, ресурс мы ставим 75% от нового автомобиля. Продолжение следует... В 2, а то и в 2,5 раза. Повышенная влажность воздуха влияет на работу электрооборудования, пневмы и гидросистем. В трубопроводах машин образуются ледяные пробки. Ухудшается работа аккумуляторных батарей. Жесткие грунтовые дороги увеличивают нагрузку на детали подвески. В таких условиях техника работает на пределе своих возможностей. Это сокращает ее ресурс вдвое. Продлить жизнь машинам помогает своевременное грамотное обслуживание и ремонт. Первым делом вся техника поступает как раз таки сюда, правильно? Ну, не совсем первым делом сюда. Первичная дефектовка проводится на площадке осмотра, так называемой. Она находится на въезде в сервисный центр. Там внешняя дефектовка производится. Потом мойка, демонтаж основных узлов и агрегатов, которые кроме покраски ни в чем не нуждаются. Имеется в виду кузов, может быть какие-то, скажем, спецдополнительные устройства. Все это демонтируется. Демонтируется кабина при необходимости, если она идет отдельно в ремонт. И тогда уже транспортное средство поступает сюда. Здесь происходит полная дефектовка. Мы находимся на участке по капитальному ремонту сервисного центра «Уорис Комтимей». Здесь мы определяем, нужен ли ремонт, восстановление геометрии кабин, либо геометрии рам. Если требуется восстановление, то, естественно, автомобиль разбирается. Демонтируется кузов, демонтируется кабина и передается на участок по восстановлению. Основным достоинством данного участка является автостапель фирмы «Джоссен». Его достоинство в том, что он является самым длинным в Тюмени. Его длина составляет 18 метров. На что это влияет? Благодаря его длине мы можем восстанавливать геометрию рам не только самосвалов, но и полуприцепов и даже автобусов. Деталь устанавливается на стапель. И благодаря вертикальным и горизонтальным домкратам она вытягивается по заводским параметрам. Кабина от «Хитачи» 330-я от экскаватора прибыла к нам на ремонт в очень плачевном состоянии. Мы предполагаем, что машина была перевернута на левую сторону, кабина была деформирована на 80%. Восстановление деталей, измерение проемов каждой, вот даже вот этого вот уха, это уже очень сложно его восстановить. Потому что при вытяжке кабины нужно ее не перетянуть. Если машина будет перетянута, то обратно посадить металл очень сложно. Мы работаем при помощи оборудования, вытяжки, измерительных материалов, согласно документации. Наша техническая база позволяет полностью восстановить любые машины. По времени, в зависимости от сложности машины, в среднем выходит на вытяжку, вот даже 80-процентовой, например, испорченности ее, ну, неделя, 5 рабочих дней. Если не было бы такого оборудования, изготовление вот этой кабины, там, в других условиях занимало бы месяца-полтора. Это оборудование мы решили установить потому, что в нашей компании достаточно много своей техники, и иногда происходят неизбежные аварии, опрокидывания. Если пытаться восстановить технику в сторонней организации контрагентов, то это длинные сроки, очень длинные сроки, потому что везде очереди. И, естественно, эти сроки – это раз, финансовые вложения – это два. И если приобретать сразу же новую кабину, допустим, не рассматривать восстановление, то это будет в десятки раз дороже, чем восстановить эту кабину. Сходя из этих соображений, у нас был приобретен этот участок, укомплектован, ну, и запущен в работу. Одновременно на этом участке мы можем делать раму и кабину транспортного средства. То есть мы можем одновременно производить ремонт этих двух составляющих. Мерседес «Актрас» прибыл к нам три дня назад. После измерения рамы измерительными линейками с лазером был обнаружен дефект включения лонжеронов на 4 сантиметра. Если бы дефект не был бы исправен, то машина бы элементарно не ехала. По всем параметрам, по техническим рамам установили на место. В оперативном режиме мы работаем с техникой компании «Реском Тюмень», но готовы сотрудничать с другими компаниями, принимать в работу технику в любом объеме. В сервисном центре «Реском Тюмень» сейчас обслуживаются и ремонтируются более семи марок автомобильной и дорожно-строительной техники. Это самосвалы, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, катки и грейдеры. Специалисты умело работают с марками «Ивека», «Мерседес», «Камаз», «Липхер», «Вольво», «Хитачи» и «Катерпилар». Мы принимаем во внимание норматив заводов-изготовителей, норматив подобных сервисных центров, но перед нами стоит задача проработка собственной нормативной базы. Основываясь на опыт, могу сказать, что за последние три месяца мы капитально отремонтировали 23 самосвала. Это без учета тех ремонтов, которые идут сопутствующие, без учета ремонта кабин, без учета покрасочных работ. То есть вот взяли, 23 машины капитально отремонтировали. Ну это же достаточно много. Это очень много. И короткий очень срок. Это очень много, это очень в короткие сроки, но нам нужно было показать прежде всего самим себе свое лицо, что мы можем, как мы можем и как мы дальше будем работать. В чем же секрет успеха? В первую очередь секрет успеха – это люди. Коллектив. Мы занимались формированием коллектива больше 8 месяцев до начала работы. Соответственно, все узкопрофильные специалисты прошли обучение в учебных центрах заводов-изготовителей основных марок, которые мы здесь ремонтируем. Это мотористы, это агрегатчики, диагносты, маляр. На сегодняшний день у нас также разработана программа дальнейшего обучения наших людей. Весь персонал, абсолютно весь, проходит первоначальную стажировку, скажем так, на подобного рода центрах. Поэтому, когда мы начали ремонтные работы, учить уже никого не нужно было. Люди знали, что делать, как делать. Сложности есть, сложности есть, они будут, но это рабочий процесс. Ну, техническая база тоже очень важна. Техническая база, я считаю, у нас одна из лучших не только в городе, но и в регионе. Такого плана оборудования, во-первых, оно самое современное, то есть это был закуп 21-го года, установка, наладка как станочного парка, так и стапеля по исправлению геометрии, покрасочная камера, то есть плюс оборудование, которым пользуются люди на рабочих местах, это самое современное, самое высокотехнологичное оборудование как российских, так и импортных производителей. То есть мы выбираем по качеству производителя и по его эффективности. Я считаю, что у нас очень хорошо оснащен сервисный центр, что позволяет нам выполнять производственные задачи. Ну а это, можно сказать, компактный технологический центр полного цикла. Здесь обслуживают и ремонтируют основные агрегаты и узлы автомобильной и дорожно-строительной техники на самом высокотехнологичном современном оборудовании.